всем привет привет очень рада вас видеть но в контакте как у меня антенка выросла связь с космосом наладилось сегодня у нас прикольно очень будет эфир мы с командой подумали какое бы вам интересно сделать интересную сделать тему и решили что проведенный недавно балл мэтт гола не должен пройти мимо кто в рекорде кстати мы там выставляем дайджест и всякие разные фотографии потому что там конечно творилось полное безумие ну как обычно в принципе он и как бы такой достаточно безумный бал да где все извращаются в хорошем смысле этого слова как могут и с нарядами да и наверное вы уже многие видели что у риты оры были просто такие гигантские цепочки на ногтях вообще все это очень так интересно и интересно наблюдать как возвращается какая-то тест такая тенденция на действительно такие безбашенные ногти которая была забыта ушла в минимализм и возможно нас ждут какие-то какие-то новые тренды в дизайне ногтей я очень рада вас видеть и давайте начинать потому что я из тех образов выбрала тот который мне сейчас ближе всего по настроению и который мне очень хотелось вам показать я надеюсь что вам понравится и зарядит вас новой энергией новыми какими-то идеями и он вполне будет выполним на клиентах и сегодня добрый-добрый и сегодня мы с вами порисуем ну не скажу что это прям скоростный скоростной дизайн но он классный он такой весеннего настроения потому что я не стала брать образы какие-то ну супер прямо там безумные вот я взяла достаточно весенний образ мой одной из моих любимых актрис и я думаю вы разделите мой выбор и он вам тоже понравится давайте переворачиваться и начинать работать сейчас все поправим какой же образ я выбрала и из многих и многих представительниц прекрасного пола которые пришли просто в очень интересных костюмах я выбрала эльфа нинг вот такой вот у нее был образ я думаю что он очень весенний очень такое вдохновляющий конечно этот букет и веночек они сделали прям свое дело и она и так такая очень солнечная девочка я ее очень люблю девушка женщина конечно без фамилиальности очень ее люблю за ее такую прям супер искреннюю улыбку которой она всегда просто ну озаряет не знаю любое вообще торжество очень мне нравятся ее образы ее такой вот чистый какой-то невинный вид который она переносит из какого-то выхода в другой выход да красные дорожки ковровые премьеры фильмов она везде такая всегда свежая очень очень-очень весенняя и у нее такой образ мне кажется где-то принцессы и вот здесь видите немножко рока добавлен до его люблю тоже черный цвет люблю с ним играть и мне нравится конечно здесь сочетание флористики сочетание кружев какой-то невесомости и и вот такой вот чистоты отсутствие практически макияжа такого скульптурного аля ким кардашьян да это такое больше естественные немножко небрежные локоны веснушки цена прям такая вот не знаю по мне прямо весна пришла но немножко с перчинкой вот поэтому я выбрала ее как-то мне сейчас она вот по настроению очень сильно откликается и я думаю что многим клиентам также она откликнется там также откликнется дизайн по этому образу потому что все-таки весну никто не отменял она идет на у нас никуда не делась наконец-то вроде как отступают уже всякие холода наши средней полосе не знаю как у вас погода расскажите у нас тут заворачивал прям дичайший холод что я знаете мне уже тело устало ежиться все же говорю позже я не могу уже ежиться я вся как пружина съежина с этим холодом мне нигде не могу найти тепла была жара в кабинете не так давно мне все жаловалась дожаловалась я так и знала что так и будет дожаловалась до того что сейчас дичайший холод сидим прямо вот все кофточку так ладно в душе настрано тепло поэтому начинаем наш разбор вот этого образа смотрите конечно когда вы работаете по референсам сегодня потеплело супер классно я вообще очень рада что у вас будет становится тепло и у нас тоже сегодня уже потеплее и думаю что будет еще теплее в разбор образа когда вы работаете по референсам кроме того что вы можете передать этот образ через цветовую гаммун через цветовое решение вы можете очень классно передать все это дело с помощью уже готовых декораций до компания эми и все дизайнеры и технологи мы все трудимся над тем чтобы у вас было большое количество уже готовой готовых каких-то решений которые вы можете которыми вы можете отразить настроение какую-то философию клиента его опять же внешний вид подчеркнуть да какие-то аксессуары и так далее здесь у нас превалирует конечно же флористика и она очень классно я считаю отражена вот в этом слайдере это слайдер номер 108 акварельные эскизы да как раз здесь прям вот чешутся руки взять эту ромашку и и и сделать букет который эльфейнг держит или фанинг не знаю поправьте меня если что держит в руках да и которые у нее как раз на ободочке и вот эти все черные бантики черные элементы я считаю просто идеально отражены в декорациях к боксу габриэль декорации к боксу габриэль вот эти все черные бантики бусики любые вот такие вот черные мотивы которые можно потом расположить на весь например ногой да либо какой-то ну смотрите как бантик прям похож скажите на тот что у нее на голове бусики опять же вот такие вот всякие девчачьи штучки вы можете расположить либо на черном белые либо на белом черные и также этот образ подчеркнуть например если вам нужны будут компаньоны к главному дизайну я условно среди своих ну как бы среди своей подачи условно дизайн который самый главный называю прима да как прима балерина в театре вот самая главная прима это главная но это главная изюминка всего дизайна это главный такой ноготь и если его хочется обыграть на каких-то соседних ногтях то все это вообще прекрасно вам поможет я сегодня возьму несколько отсюда декорации я сегодня возьму еще стемпинг и также возьму вот эти вот слайдеры и еще порисую вручную то есть я на будет микс я все это соединил вместе и сделаю микс и так на фон я взяла бежевый коко также из коллекции габриэль и покрыла прям целиком ноготочек сегодня будет две композиции разные и теперь я хочу сделать имитацию кружево здесь мы видим кружевообилие да на платье на ткани для платья и поэтому я тоже хочу кружева отразить своем дизайне так сейчас пока не буду приближать чтобы вам было видно что я делаю все положу поближе чтобы ничего не потерялось на нашу краску лак точнее для стемпинга и мне понадобится вот это вот кружева так намечу где он будет располагаться и отпечатаю отлично такая вот получилась штучка кружевная так черненькая чернушка ну тут очень не в тему и еще чтобы это все пригасить и увести внутрь на фон я прикрою еще 389 это коллекция у нас осенняя lost in time сегодня ей тоже чуть-чуть поработаем это очень классный белый перламутр он прям вот знаете 7 лет один ответ надо чуть посветлее цвет сделать можно им надо сделать растяжку он в градиент тянется просто фантастически потому что это на прозрачной основе потому что это на прозрачной основе вот такой вот белый шиммер и он оттеняет все очень классно смотрите получилось вроде видно а вроде она все ушло я не знаю показать давайте уберем с фона может быть нам фокусирует слушаем и как бы фон проваливается все это дело здесь я уже сделала тоже заготовку у нас не кульнар ну вот что это за снег такой весну нам подавайте здесь я уже сделала черным гелаком фон а белый я взяла не белый я взяла вот такой 311 пьет резая он такой немножко сатиновый бежеватый что ли ну такой интересный тоже очень оттенок заранее уже вырезала декорацию чтобы не тратить на это время в эфире размочила ее и закрепляю на границе отступая немножко от боков закрепляю и в принципе в принципе да вот смотрите уже черные перчатки нет девчонки дело тут не в перчатках я рада что вы мне хотите помочь на самом деле эта проблема уже не первое не первое время как у меня с фокусом перчатки здесь ни при чем однозначно то что я могу убрать все перчатки будет такая же ерунда как только я руку дергаю он начинает наводить фокус вот уже даже смотрите если мы оставим вот так что-то уже перекликается нам остается только чуть-чуть что-то добавить что мы добавим мы возьмем штампик и почистим почистим от стемпинга и смотрите что сделаем возьму например донышко от штампиком и 308 393 гиллак это тоже из коллекции lost in time цвет оттенок он такой глубокая глубокая трава нанесу немножечко вот на эту прозрачную штучку теперь штампом по прижимаю так чтобы у меня осталось прям минимальное количество и смотрите у меня начинает гиллак на штампе вот таким вот образом видите сжиматься и когда он у меня сжался я могу примерить все это делая и аккуратненько эту кляксу перенести теми местами где мне нравится как получилось как у меня съежилась все у меня получается уже такой вот узор он представляет из себя пока у меня такие кляксы хаотичные но опять же он повторяет вот эту всю ну как бы все веточки которые торчат в разные стороны и сушим здесь у меня сейчас остаточная липкость есть на фоне и тоже берем слайдер и я его буду сверху прикреплять подрежу немножко у линии кутикулы так переношу я встык-встык линии кутикулы не делаю на чтобы у меня там хорошо степился материал прижимаю хорошенечко у меня получается вот такая вот композиция кружева и ромашка и все это дело я пока перекрою вельвет топ гелем можно тоненько чтобы закрепить слайдер убрать липкость чтобы она не мешала и пока чтобы просто это все немножечко успокоилась что мы будем рисовать еще ромашку сверху сушим что у нас здесь здесь мы прикрепим еще полосочку одну это у меня будет из коллекции габриэль вот такая вот так декорация чтобы обыграть вот эту границу и сделать ее максимально аккуратной и заодно тоже будет можно подрезать кусачками то что не вошло в кадр и можно также стык-встык пока что перекрыть матовым топом это у меня вельвет топ гель чтобы дальше можно было рисовать вот заодно вы сможете посмотреть как эта вся история выглядит под матовым топом тоже достаточно интересно мне кажется да блеск уходит но все равно сатиновый такой отблеск остается и так что мы делаем дальше дальше нам понадобится гелевой краски без остаточной липкости мои любимые разлюбимые это у нас импаста до импасты я очень люблю работать и кто смотрит эфиры знает что практически каждое каждый эфир сопровождается импастой без нее на самом деле я практически никому ничего не делаю из клиентов вам понадобится кисточка линеарная 50 либо московая если вы например рисуете жестовую пробую рисовать очень хорошая для жестового московой кисточки но можно то же самое делать и линеаркой просто даже может быть более вкратчиво получится нам сначала нужно чуть-чуть разметочку сделать где у нас будет ромашка ромашку я буду рисовать вот здесь вот у меня вот здесь будет серединочка примерно ее намечу и к ней будут лепесточки сначала у нас много лепесточков у ромашки поэт ой это сейчас храпит моя собака если вам слышно извините за это он спит маме не мешает со мной пока сидит в кабинете потому что он малыш но сейчас мы эту историю уже завершаем потому что все хватит уже давайте так уберу начинаем рисовать лепесточки беленькие и присоединять их всех будущей серединке сейчас пока мы знаете рисуем их достаточно хаотично и не могу сказать что я прям здесь вырисовываю стараюсь они похожи на капельки эти лепесточки да и я между ними делаю промежутки сейчас у меня пока ромашка такая знаете детская как будто детеныш рисовал ее в школе детском садике возможно или школе она такая немножко примитивная мило похрапывает да он так знаете переворачивается когда сбоку на бок такой похрапывает порода там французский бульдог поэтому у них они все храпуны и все очень мило похрапывают и также здесь буду делать только в зеркальном отображении намечу где у меня будет серединка где у меня будет центр и вам нужно все лепестки ваши сводить к этому центру ну как быстро чтобы они стремились вот в эту точечку тоже так же можно расставлять пока достаточно редко их с промежутками с большими те лепесточки потому что мы дальше будем еще в промежутках рисовать их поэтому пока можно делать их такими широкими не сильно аккуратными потому что мы дальше будем аккуратничать дальше сейчас пока мы можем не сильно аккуратничать потому что знаете ну вообще как бы в дизайнах есть момент когда прямо нужно вот дотошно аккуратничать а бывают моменты когда вы что-то оставляете на заднем плане и как раз вот в эти моменты можно схалтурить немножко но немножко вот сейчас как раз такой момент так что я делаю теперь теперь я беру вельвет топ гель капельку и мне нужно намешать такие серенькие сопельки я их называю это можно сделать мазковой кисточкой такой серенькие сопельки они нам будут делать что они нам создадут тень под всеми листочками лепесточками ромашки также они уведут в тень те лепестки которые мы сейчас нарисовали и они у нас создадут многослойность беру немножко пасты черный черная смола и вот навожу такие черные сопельки можно посмотреть на белые буковки насколько они получились темными но мне нужны прям такие реденькие не сильно густые и вот все пространство вокруг нашей серединочки ты будешь сегодня фокусироваться куда надо вот такими вот маленькими прижимными движениями и по листочкам и между листочками я вокруг листочков я светленькими оставляю только самые кончики все остальное затыкала и сушу классно делать на два пальца потому что вы пока один сушите на втором повторяете те же самые движения а когда у вас движения одни и те же соответственно все получается быстрее как в конвейерном способе когда вы делаете где-то маникюр и где-то повторяете движения чтобы у вас было постоянно одной одно и то же действие все оставили только вот самые кончики белыми у ромашки у ромашки сушим теперь берем опять белую эмпасту и делаем еще раз то же самое только теперь мы располагаем лепестки в промежутках и вот теперь мы их делаем более аккуратными пан ну ты чего так нельзя храпеть если у вас большой промежуток если у вас большой промежуток то тогда оставляйте его не пытайтесь сделать туда жирный жирный лепесток мы просто туда потом еще один вставим заполняем заполняем если у вас будет мазковая кисточка то у вас ромашка будет немного более такая живописная здесь чуть более такая декоративная у меня заканчиваем заполняем сюда декоративная вставляем так опять вставляем добрый вечер и сушим дальше все здесь повторяем то же самое опять берем белый рафинад и вставляем в промежутке лепесточки вы можете лепесточками также наезжать на предыдущий слой они все равно будут намного ярче смотреться и как раз вот будет эта многослойность создаваться как будто у вас ромашка очень-очень такая лохматая в немного-много лепесточков и она очень живая такая живописная слушаем так опять берем наши серые сопельки и еще разочек немножечко проходимся опять по серединочке стараемся чтобы контур был не четкий а вытирая кисточку подтаптываем вот так вот подтушевываем опять же все все окончания беленькие оставляем светлыми сушим и здесь также тоже берем наши серые сопельки и проходимся вокруг серединочки вытираем кисточку и границу стушевываем и у нас смотрите что получается те лепестки которые были внизу они становятся еще ниже а те которые мы сейчас нарисовали они тоже немножечко становятся приглушенными сушим так теперь берем те кто присоединился напоминаю что мы сегодня рисуем вот такого вот референса это у нас образ эль фанинг с балла мэтт гала который ежегодно устраивается и который вызывает большой интерес потому что на него приходят все очень в необычных нарядах потом долго очень обсуждается закрашиваем нашу серединку которую мы обозначили желтеньким желтой кукурузой просто равномерным кружочком и поэтому далеко пока показываю потому что ничего сложного нету просто равномерным кружочком разукрашиваем просто рисуем кружочек желтенький и сушим так и можно сделать оранжевый взять красный опять же им пасту и и смешать чуть-чуть красного и желтый получится оранжевый побольше желтенького поменьше красненького и вот этот сейчас способ очень хорошо подойдет тем кто вообще не любит рисовать линии потому что смотрите мы набираем на кисточку опять же на линеарную и мы просто точечками вот так вот при прислоняем делаем вот такой ободочек здесь вам на слайдере прям подсказка и немножко можно вот так вот в серединку еще потыкать ободочек и в серединку потыкать и слушаем теперь нам нужны будут чисто черный чисто белый чисто черным мы сейчас будем работать линеарной кисточкой тоненько-тоненько что нам нужно сделать нам нужно немножко выделить серединку смотрите для этого опять маленькими точечками мы просто вот с этой же стороны где у нас была оранжевая штучка протыкиваем точечками все вокруг и теперь практически сухой кисточкой между некоторыми лепесточками проводим тоненькие полосочки не надо возле каждого нам нужно примкайте чуть-чуть где-то ввести отталкиваясь от серединочки вот кое-где ставим такие лучики и так как у нас присутствуют черные такие там такие вещи да мы можем еще тоненько-тоненько вынуть от листочков вот такие вот веточки но это нужно стараться делать девочки максимально тонко потому что если вы тут жирную ветку в корячите то будет не очень хорошо будет грубовато поэтому постарайтесь здесь прямо вот на максимальную тонкость уйти сделать прям тоненько слушаем здесь у нас и так на фоне достаточно такого мусора да поэтому здесь мы чуть-чуть совсем сделаем точно так же где рыженькая протыкаем маленькими маленькими микро точечками и также лучиками кое-где обозначим листики либо можно разделить если у вас где-то они соединились например вместе да либо слиплись одно с другим разделить можно чуть-чуть тут по вынимать парочку про и все и слушаем так я хочу все таки это оставить матовым поэтому я еще раз окончательно перекрываю вельвет топ гелем а другой типс я сделаю глянцевым все перекрываем окончательно перекрываем окончательные и в лампу а этот я сделаю глянцевым и покрою я его дробь silver drop top если у меня где-то частички попадутся то очень даже это будет хорошо они будут как маленькие лепесточки летать видите попалась частичка она как лепесточек от ромашки сейчас мы еще там на донышке не бывает оседают вот красивый смотрите и так все сушим и последние штрихи которые я обожаю тоже делать смотрите мы можем и так оставить до типсик а можем подчеркнуть нашему вот такую перчинку которая добавила эльфа нинг свой образ и сделать вот такой вот черненькая например либо полуокошечка либо окошечка можно черный френч сюда загубенить тоже будет прикольно можно половинку например как-то вырисовать можно много всего придумать на самом деле с этой черной ленточкой простите пропустила это новый слайдер или вы рисовали смотрите надежда это слайдер вот такой вот сто восьмой и я еще и рисовала вот то есть все вместе можно я вам хотела этим эфиром еще показать что вы можете например если вы начинаете рисовать только рисунки да и хотите научиться вы можете слайдеры использовать как подсказку как дополнение чтобы не рисовать много цветов на можно мотивы с них брать если например фантазия не подсказывает что нарисовать клиенту вот то есть можно если вы не хотите рисовать заменять все это дело слайдерами вот а можно можно и рисовать и можно миксовать я обожаю миксовать потому что но смотрите я умею рисовать но две ромашки не надо ли рисовать я одну наклею вторую подрисую например и все и готовенько ромашки ромашки у нас сегодня вот отсюда мы сегодня берем образ балла мэтт гала и поэтому вот так вот эльфаник мне подсказала вот такой вот образ с кружевами ромашками и черными ленточками слушаем здесь у нас тоже все готово здесь у нас другая композиция да и что я еще хочу здесь сделать я хочу прям парочку лепесточков добавить просто чисто белым чтобы знаете прям сделать эту ромашку 3d шный и я беру поскольку им пасты можно и сверху рисовать и где у меня например допустим меня где-то не получилось или где-то пропали лепесточки а мне хочется чтобы они больше выделялись например или просто хочется еще обыграть этот дизайн чем-то я прям поверх им пастой или у меня где-нибудь промежутки еще беленьким можно поменьше например делать да можно лепесточек на лепесточек добавить она будет вообще прям 3d шная как будто у нас какие-то лепестки внизу внутри до одним этажом а какие-то лепестки у нас сверху другим этажом и она вся такая вот получать видите лохматенькая как подложку можно использовать можно как подложку конечно вот и еще мы можем на серединочке тоже чуть-чуть вот так вот поставить точечки чтобы она заиграла можем и эту ромашку где-то дополнить например если у нас где-то пропали лепестки можем еще не что много цветочков да и смотрите есть прям мелкие мелкие поэтому мы можем еще вот такие вот маленькие точечки где-то поставить чтобы этот букетик прям вот заиграл таким объемным был все слушаем очень классно знаете слайдеры используйте потом вот в них такие прорисовочки еще добавлять получается прямо не очень тоже живописные вот видите захрюкал даже у меня собак в знак согласия вот видите она прям сразу получается такая очень объемная когда вы добавляете светлых вот таких лепестков она прямо вот сразу объем приобретает как будто она вообще слеплена смотрится сразу вообще очень классно необычно они обычно значит что значит будут хватать у вас у клиента руки ее подружки говорить это что это наклейка или это нарисовали кто это такое тебе нарисовал отдай телефон так слушаем ну что можно еще конечно добавить например зелененьких листиков куда-нибудь если например вам взгрустнулась ну смотрите там где мы делали с черным делили пополам явно уже ничего не надо вот здесь прям чуть-чуть можно это я взяла тоже зеленую пасту и где-нибудь вот ну прям вот чуть-чуть мазнуть где не хватает может быть тоже вот таких вот немножко веточек прям даже вот кисточку по прикладывать можно даже не рисовать особо ничего и ну вот такой вот получается сразу продолжение этого букетика так ну что давайте подводить итоги значит смотрите сегодня мы с вами оттолкнулись на от референс а нас вдохновила сегодня наряд и образ эльфа нинг на балу мы это гала сумасшедший нам из интересно или нет надо почитать кстати почему так называется ну вот она там принято в таких безумных наряд приходить и мы сегодня с вами посмотрели много достаточно техник посмотрели еще раз темпинг посмотрели еще раз как крепятся слайдеры посмотрели очень прикольную технику штампа когда создается вот такие вот кляксы посмотрели как можно рисовать многоуровневый цветок две композиции посмотрели да с чем можно сочетать смотрите еще раз повторюсь что можно здесь легко прям у вас вот зайдут если вы захотите этот образ показать клиенту сказать смотри какой прикольный весенний но с маленькой перчинкой с изюминкой такой с чернушечкой то все бантики и различные принты из коллекции габриэль вообще сюда зайдут прямо вот шикардосно на соседей да вот любые такие вот цветочки циферки черненькие например даже на бежевом фоне например на какой-нибудь камуфлирующей базе вообще будто огонь бусики сюда же очень красиво к веночку до бантики черные сюда же посмотрите у нее на веночки черные бантики то есть можно спокойно ими обойтись можно какие-то например паутинку покидать тоже туда на боковые ногти можно сделать какой-то градиент белый черный например ей тоже сюда же да можно отпечатать какой-нибудь белый белое кружево на основе на камуфлирующей на том же цвете куку очень классно будет смотреться и нежно и очень-очень в тему вот этому кружеву да можно сделать вот такие вот брызги на бежевом тоже очень классно будут смотреться на соседних ногтях очень минималистично и я думаю что просто супер в тему классная коллекция конфетти была у нас и я думаю что здесь она тоже будет очень классно в тему один ноготочек знаете как блики радуги блики солнца как раз такое весеннее настроение создадут можно их на белый фон сделать в качестве например дополнения одного ноготочка на мизинчики будет просто я думаю что шикарно ну и конечно ромашки ну смотрите какие они милые ромашечки прямо так и хочется растянуться на травушке чтобы солнышко просто вот обласкало твои щечки скушать какую-нибудь мороженку или арбузик вот арбузик сразу хочется сочненький и веночек сплести из ромашечек так же чтобы бабочки летали пчелки пожужживали на ушко короче спасибо тебе эльфанинк что ты сегодня просто нас вдохновила на такую вот ромашечную красоту и вам большое спасибо за эфир девчонки очень классно что вы смотрели и участвовали активно спрашивали спасибо вам огромное и до встречи в новых эфирах с новыми темами пока пока люблю вас обнимаю каждую и Продолжение следует...